Итоги летней оздоровительной кампании подвели на депутатской комиссии по соцполитике. За три месяца в здравницах отдохнули более 25 тысяч детей. В летний период работали все 10 загородных лагерей, 7 из них в 4 смены. На организацию отдыха и оздоровления детей подростков школьного возраста в 2018 году предусмотрено средство в размере 134 миллиона 340 тысяч рублей. В том числе средство областного бюджета 88 тысяч 421 тысяч рублей. Средство местного бюджета 45 миллиона 218 тысяч рублей. На данные средства производится оплата путевок, либо полная за счет средств бюджета, либо частичная. На подготовку лагерей к летнему сезону из бюджета выделено 66 миллионов рублей. На эти средства улучшили материально-техническую базу, отремонтировали корпуса, пищеблоки, спортивные сооружения, провели лицензирование скважин. Полемику на комиссии вызвал вопрос о распределении путевок в детские загородные лагеря. Есть льготные категории граждан, которые сегодня имеют право подавать. В основном все в один лагерь записываются, и бюджетников не имеют возможности попасть в тот лагерь, который хотят. Льготы определены не уровнем муниципалитета, не уровнем региона. Эти льготные категории определены в федеральном законодательстве. Здорово. Вы не даете переводчередную право. Но не в звездное, а в сосновый город. Каким образом? Извините меня, работник детского сада, нянечки, ребенок, почему не может попасть в звездное? Нет, что я понимаю, я в большом уважении к прокуратуре и к полиции, и к всем тем, кому сегодня законодательство установлено. Но мы лагерь там можем же менять. Маленький у нас в чем возникает? Когда родитель пишет заявление, он указывает конкретное учреждение. Вот здесь возникает небольшой вопрос. Понимаете, здесь законная такая коалиция получается. Вроде как бы и... Мы предоставляем услугу, которую они просят, да? И в то же время мы можем лицать. Поэтому мы отрабатываем еще. Тема пока открыта, ровно не закрыта. На комиссии рассмотрели вопрос о ремонте корпусов в лагере «Звонкие голоса». Там стоят корпуса, понятно, что по которым есть вопрос, а вообще можно ли его постановить и сделать ремонт. За ближайшие два года, заверил Валерий Суров, все закрытые корпуса и помещения планируют отремонтировать. Ждет реконструкции и спортплощадка в «Звонких голосах». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова